Субтитры сделал DimaTorzok Джонни говорят с твоим эксером какие-то проблемы Позвони, я сделаю все в лучшем виде Ну да, я не сомневаюсь абсолютно Ты можешь пригнать мотоцикл Ничего, у нас есть и машина, и мотоцикл, все есть В общем-то говоря, ждем заданий Осталась реально последняя серия Не только про почти обещанную, но и всей нашей GTA 4 Всего нашего прохождения Целых 10 месяцев мы с вами проходили ее С 13 января этого года вышла первая серия И сегодня 22 октября прохождение завершается Суся целых 10 месяцев О, ладно, где задание? Алло, Эшли, что вы на этот раз? Привет, Джонни, да, ничего Ну так, не то, что ты думаешь Должен встретиться с моим другом Рэмбочино С этим итальяшкой? Что же ты затеяла, интересно? Да ничего, Джонни, ничего такого Просто хочу, чтобы ты поговорил с ним Мы в ресторане друзей, маленькая Италия Жду тебя, не дождусь Окей, Рэйбочино нам теперь выдает задание Что ж Что ж, что ж, что ж, что ж, что ж Сейчас появится еще одно задание Ждем еще немного Сейчас еще одно задание появится, я помню И мы прямо с него и начнем Малыш, я должна с тобой встретиться Приезжай скорее Да-да, сейчас, сейчас Не буду на машине ехать Тут долго будет Хотя А, впрочем, зачем я вызываю такси? Она тут рядом живет Доеду на машине Без всяких проблем Тут можно и пешком, в принципе, дойти Алло Мистер Клэббетс Как дела? Отвали, чувак Знаете, Джонни, вы довольно неприветливы во время наших предыдущих бесед Так часто бывает, как в вашем родстве есть нелояльные члены Не знаю, что за хрень ты несешь Скоро вы услышите показания, которые дает ваш близкий друг Этот час сблизится, Джонни Когда я увижу все своими глазами Интересно мне знать Один наш друг дает показания Это не Билли Грей случайно? Ну, если это Билли Грей Мы всадим две пули в висок И куда-нибудь и в сердце ему еще всадим пулю за это Если это действительно так Билли совсем сдурел Голову потерял свою Надеюсь, что все закончится нормально Выходной роман Roman holidays Давай быстрее уже грузить, бля А, ты пришел Ты пришел, господи, Джонни Ну и в чем дело? Джонни, я в заднице В полной жопе просто И что ж ты надела? Я лажану вас Обещаю, что не будет здесь Что ты наделала? Я наркоманка, мне помощь нужна Что ты наделала, бля? Да ты, наверное, Джонни, да? А ты кто такой? Имя не имеет значения В чем дело? Твоя женщина задолжала Дмитрию Раскалову кучу денег Ааа И дальше что? Мы хотим, чтобы ты оказал нам услугу Что? Мы хотим, чтобы ты кое-кого для нас похитил Я не по этому делу А я тебе не чувак Чувак Либо ты все сделаешь по-моему, либо эту наркоманку убьют Выбор очевиден даже для человека, застрявшего в 60-х Все просто Все просто Ты хватаешь его и доставляешь на складอง Бохан Индастриал в стороне отлома Кавиню Тогда вы спишите с нее долги? Нуууууууу, тогда я спешу с них проценты. Чудесно. Человека, который нам нужен, зовут Роман Белик. Он владеет таксопарком. Участника тусуется в подпольном казино на Дилан Стрит в Шотлэре. Ясненько. Как ты найдешь его? Хватай. А теперь давай за работу. Эшли, давай, не засирай тут, пожалуйста. У Дмитрия Раскалова должники есть, да? В чём же Эшли задолжал ему, меня интересует. И зачем похищать Романа Белика для этого? А, вспомнил. Дмитрий Раскалов мечтает убить не Кобелика, а главного героя обычной GTA 4. И чтобы заманить его в западню, он решает похитить Романа Белика. Теперь мы узнаем, благодаря... А, блин, как мы смяли жёстко. Теперь, благодаря этому дополнению, мы узнаём, кто похитил Романа. О, симпатичный Дендрулет. У тебя обилетик с предсказаниями полагается к нему? Ну уж, то вроде того. Мне сказали, что кто-то там хочет со мной встретиться и предпочитает ржавые, вёдра, машиностроение. Ржавые, похудившиеся американские вёдра. Да, блин, хорош уже, патриотизм лишь подчёркивает твоё невежество. В общем, нам надо кое-кого схватить. Ладно, нам нужно четыре колеса, я так понял. Ладно, тачку я поведу. Ты уверен, что справишься? Смотри и учись, дружок. Смотри и учись. И горный клуб, да? Ехать довольно далековато, тут мы обрежем. Блин. Да, здесь он обычно тусуется. И деньги проигрывает. Вон он, хватай его. О, привет. Йоу, мужик, как поживаешь? Хорошо, джентльмены. Те люди забрали мои деньги. Нельзя же грабить человека по два раза за дню. Что вам ещё отдать? Рубашку последнюю, видите? Мы не пришли тебя не грабить, мы пришли тебя похитить. Твои фишки обналичены. Не-не-не, постойте. А ну заткнись и залезай. Заткнись, толсто жопой, блин. Как вам нравится, Бахан, мистер Беллик? Кто из... Кое-кто из приятелей вас там ждёт? А почему каждая славянская морда в этом городе нацепляет на себя костюм? Пожалуйста, я заплачу сколько угодно. Кажется, он пытается что-то сказать, мальчик. Я бесплатно, ты, я не щёл. Я не знаю, я нифига вообще не слышу. Шокурсов буду, брат, буду, буду, буду вам за плодом. А, этот человек пытается предложить нам бабки. Мы отпустим его, он вернёт с полностью к 20-х непереписанными номерами, да? Да, да. Пуцедом, пуцедом. Пуцедом, пуцедом. Пуцедом, типа, пытается нас подкупить, да? Надеюсь, ему известно, что мы с тобой люди кристальной честности, и что подобное предложение мы расцениваем как личность крови. Вы нас обидите хотите, мистер Каман Белик? Помогайте мне, хорошо. Э, куда? А, ну, назад машину, бля. Я просто угрозу, тут угрозу, тут угрозу, тут угрозу, тут угрозу, тут угрозу. Куда ты собрался, Джонни-то? Нам повезло, этот толстяк не умеет бегать. В следующий раз запирай его. Больше ничего подобного не выкинет, уж поверь. Распинись. Или тебе в ногу пуля войдёт. Жердяй. Блуд, 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 блуд. Тебя лучше прощение просить, что ты тут навонял. Ты обосрался, походу? Да. Грустная миссия вообще, реально. Кто-то искал славянского толстяка, да? Стало быть, это Роман Белик, да? Не особо там крут. Это вокруг его братца такую шумиху тут встроили. Послушай, теперь мы сошли в расчёте. Сделай милость, полегче, с толстяком садим, пожалуйста. Взял, видел, эти тела, которые сбрасываете. Полегче, Джон, ты что не видел? Дерьма. Что ждёт этого козла тебя абсолютно не касается. А ну убирайся. А ты пойдёшь со мной. Быстро. Пора валить. Бывай, мужик. Но вы не волнуйтесь, ни Кобелик придёт и спасёт его. Да. Вокруг его братца такую шумиху устроили. Да. Дмитрий Раскалов тот чудило, блин. Ладно, в общем, теперь мы едем к краю бочины. Чик-чик. Дедка, эти русские заполучили своего парня. Тебе повезло. Но пора уже научиться себя вести. Да, наркота тебя просто до беспредела довела. Да, да, я знаю, Джонни. Ты мне позвонишь? Лукей? Да, да, да. Конечно, блин. Алмазы. О, как дела? Да, Рэй, он мой друг. Рэй, друг, ты о чём это вообще? Да, ты знаешь, что друг вроде тебя. Знаешь, между нами ничего нет. Ну, по крайней мере, сейчас. Он ко мне очень добр. И ты нам очень нужен. Мы хотим, чтобы ты провернул одну дельцу. Я с ним не сплю, не волнуйся. Но мы с тобой расстались. Ты был с той девчонкой. Да, всё прошло давно. Тебе нужно слезть с наркоты. Да, 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 я завяжу. Сделай, пожалуйста, что я прошу тебя. Дай поговорить с Рэйм с начала. Где он? Где-то там. Окей. О, Джонни! Здорово, рад тебя видеть. Эшли сказала, что тебе нужно. Эшли умница. Какие спиды уже эти, да? В моё время все сидели на комсе, даже экстаси не было. Та ещё дрянь, конечно. У меня к тебе не деловое предложение. Да, что ты говоришь? Мне тут шлёпнули насчёт бриллиантов, незаконных вне системы. Легко перекинуть, никакой страховки. Цена вопроса пара миллионов. Их купили одни деловые люди. Ну, других для третьих. Смекаешь, никаких налогов. Эти деньги так к нам в руки просятся. Вот только одна беда, мне к ним нельзя подойти. Скажем так, здесь есть конфликт интересов. Я так понимаю, с тобой нередко случается, Рэй. Я не особо тебе нравлюсь, правда? Особенно тебе, кому ты нравишься. Да. Выполнишь эту работку и поднимешь реальную бабу. Купишь себе нормальных друзей. Да, да, я так и сделаю. Бриллики у одного парня есть, его зовут Голубой Тони. Тебе понадобится небольшая помощь. С этим проблем вообще не будет. Ладно, будь на связи. Джонни, и только не вздумай, пожалуйста, делать глупостей. А, я помню, что за миссия сейчас будет. Сейчас будет интересная миссия. Джонатан, тебе помощь нужна? Бриллики у нас стрелка в брокере, может помощь понадобится? Ладно, мужики, я сообщу местным брату, что ты едешь к ним. Они не меньше любят изваляться в грязи. Спасибо. Где они? Рядом, доедем. Опять Терри Клей? Нет, не сейчас. И так, братва, есть, они мне сейчас не пригодятся. Так, братцы, нам надо взять кое-какие брюлики. Наш вожак в натуре, да? Мы едем в Истхук. Чик, чик, встретимся там. Так, приехали. О, парни, как поживаете? Так вот, это все, конечно, здорово, они хороши. Но два миллиона, ты совсем головой, что ли, ударился? Мистер Тони, я вам уже говорил, это безупречная чистота. Потрясающая органка. Туча картанов. Да, Тони, они роскошные, прям как ты, да? Слушайте, может уже... Уберемся отсюда? А, не обращай внимания, небось развлекался всю ночь. Тони! Ты шеф-повар, да? Ну да, повар. У меня есть канал поставки. В общем, включим это в общий зачет у нас, что у нас он ценой его. Короче, вот деньги, которые мы договорились, просто дайте нам брюлики. Окей, окей. Тони, можно их поддержать. О, спасибо. Спасибо. О, пропащие! Тони, убираемся отсюда. Эван, вези их клуб. Не валяй, дурака. Вы возьмете этих двоих, а я пойду за камешками. А нам стрелять нечем. Да ладно. Надо было оружие покупать. Так, пришлось начинать заново. Ну, хотя бы сохранение здесь осталось. Это очень хорошо. Что здесь, после провала... Слеза сохраняется. Не приходится ехать снова туда. Без оружия здесь не обойтись, ребята. Я не смог их убить одними бомбами. И меня сама убили. Тут... Чего-то вот он долго убивается. Чего он мне... Десятки пули уже у него выпустила ему все равно. Отвалите вы от нас. Камешки не для вас. Блин. Как бы в водитель попасться... Не получается. Есть подозрение, что эти машины заскриптованы. Так, чтобы их... Так, чтобы они с легкостью чеи... Проламывали другие машины. Недоделанные братцы. Черт, он сваливает. Стой, мадапфака. Брюлики у меня. Привезти их в ресторан? Я знаю, что ты терпеть меня не можешь. Не меньше половины мафио с западного побережья, висящих с у тебя на хвосте. Я хочу, чтобы ты разделил груз. Одну половину мусорном баке на Хэма-Стрит, оставь другую. Половину мусорки на Эммеридс-Стрит. Кто-нибудь из моих парней подберет груз. Дебильная идея, конечно. Ну, как хочешь. Хозяин-барин, если заплатишь. Так, один здесь. Мы скинули. Еще один где-то тут рядом. Вроде бы. Так, в следующий раз. Да ладно, еще парни взялись. Подъезжайте ближе. Не стесняйтесь. А, это все же самые парни, которые уехали сначала. А, еще теперь полиция за нами будет гнаться. Фух, короче, надоело. Ввел этот чит-код, чтобы ослабить розыск. Куда? Много, что-то копов было. Куда не заедешь, в какую сторону копы везде. Как дела? Я скинул брюлики, они сейчас пусырки. Привесы и стукновить, что в ближайшее время там не проедет мусоровец. Он готов вошлить, да? Денег пока нет. Прежде чем ты получишься, в долю рейн нужно будет толкнуть товар. Он будет на связи, я теперь люблю Джонни. Да, я не сомневаюсь. Так, в общем... Так же, вон... Кругом полицейские участки, то ли блокпосты стоят. Такое чувство, что... Там везде, по всему городу блокпосты, они меня все замечали, я... Надоело, короче, от них отрываться, я код вывел. Не мог отрываться по-другому от них никак. Так, где задания дальше идут? Ну, долго ждать. Иди за задание. Алло? Реймда! Джон, нашли, велела передать, что любит тебя. Слушай, дай вершинке еще один шанс. Мне кажется, вы идеально вот ходите друг к другу. Спасибо за совет. Я примерно так же думал о себе и о могиле. Чем не идеальная пора? Ты получил деньги за эти миллионы? Сперед придется их заработать. Надеюсь, ты не против слегка попотеть. Передача состоится в Либертоне. Просто убедись, что мой человек, Нико, уйдет с половины котлеты. К северному ходу в музей. Где музей находится? Там прямо. Зачем меня просят назад ехать? Разворачиваться? Зачем? Я здесь могу ехать спокойно. В общем, это у нас еще одна совместная миссия. Миссия, причем совместная миссия всех трех главных героев в GTA 4. То есть, эта миссия, которая сейчас будет, она и в GTA 4 в оригинале была, и в Маладо Агитоне, и здесь. Пожалуй, это такая единственная миссия. Есть еще несколько миссий, кого-то как предыдущая, которая с двумя главными героями связана. Блин, вот надо было оружие тоже взять. Ну ладно, неважно. Вот, вход. Зачем я туда пошел, блин? Ну я это вырезал, потому что я случайно к главному ходу пошел, а он запертый. То есть, там закрыто было, туда нельзя. О, тут броня есть. Броня нам нужна. Она нам очень нужна. В этой миссии. Здесь, да? О, здорово, мужик, как дела? Эй, рад тебя снова увидеть. Да, взаимно. Что ж, будем надеяться, что в этот раз пройдет все более гладко. Ладно, пошли внутрь. Господа, господа, простите за предосторожность. Вы ведь все знаете, как обстоят дела. Нет проблем. За дело. Господа, давайте посмотрим товар. Морр, иди сюда. Эй, раз уж пошла такая пьянка, дайте-ка нам взглянуть на денежки. Ну, разумеется, без проблем. Ну вот, они прекрасны, правда? Ни к чём не меченые купюры. Никакой истории не нужно отмывать. Ладно, Ника, покажи ему товар. Давай, Морр. О, ИСАК, взгляни на них. Роскошно, правда? Всё равно, что придётся коллекционировать. ИСАК, они офигенные. Так, козлы, не крики глупости, если хотите жить. Пошёл нафиг. Хватай это дерьмо, давай. Так, давайте, Терри. А, не, не надо, сам обойдусь. Там внизу, кстати, Ника. Бегает. Если в него выстрелить, то Мисси будет провален. Даже если не убить, а просто выстрелить. Геймплей в Миссии вообще схожи с этой же Миссии в оригинальной. Витая 4, там тоже надо... О, у них оружие пособирать можно. Ну, хоть чё-то радует. Так же надо выбраться из музея и отстреливать их всех. А, они убиты уже. Ну, это Ника убил их всех. Современное, блин, искусство. Говно. Не хотел бы я, чтобы за мной охотился этот Ника Белик. Полный псих он, короче. Так, а где выход-то? Здесь? Чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё. Люди Рея. Почему они напали-то на меня? Я думал, мы друзья. я района значился награду за мою голову значит дебил взорвитесь на фиг кончилась эта штука вернитесь давайте об этом поговорим ой сваливают кое-какие надо догнать их быстро ой еще и полицию кто-то вызвал а ну-ка вернитесь вы козлы дурацкие бля раз уж начали это дело доводите до конца его да у него колеса простреляны а нет не простреляны одно колесо не может крутится джонни братан джеймс где то именно надо кое что передать я на перекрестке экстра и вовсе в чем дело доводите там деньги мы эти заберем себе ух короче пришлось еще и машину менять потому что на машине у которой одно из колес не крутится их не невозможно догнать и здорово что у тебя у меня тут столько денег сколько можно купить все бриллианты фиг с ним с рэем да я вообще со всеми да точно фиг с ними вы теперь богаты не сомневайся десять тысяч долларов вообще много так джонни сказал что удалось свалить с деньгами давай ка визу ты нравишься мне даже обосравшись по уши ты не теряешь чувство юмора увидимся встретимся у рэя джим пишет нам где рэй рэй прямо здесь вырезать никаких поездок не нужно прям за углом стоило ли ты всего этого но ты к нам пришел все таки да здорово как жизнь быча ровна тебе чё надо я же говорил тебе не делать глупости блин что должно быть шутишь да давай иди вниз окей иду иду да иди иди господа ой какого фига тут происходит Блин, ты тут кончаешь что ли? Есть что-нибудь? Да не. Ну и его еще раз пережариваю. Где мое барахло? Видишь, этот умник перед смертью желает в отбивную превратиться. Надеюсь, ты окажешься по сообразительности. Где мое барахло? Ты вообще о чем говоришь? Где же? Где мое барахло? Ты оглох что ли? Не знаю я. Ты задурачить пытаешься что ли, а? Одного? Очень смешно. Достал уже гнать эту пургу. Хорош уже, Рэй. Я трахнул Эшли, дружок. Тебя я сейчас тоже трахаю. Где мой товар? Иди нафиг, Рэй. Давай уже. Бросай ствол. Ни за что. Я его зарежу. Нет. Назад, назад. Давай, назад. Бегите, бегите, да. Билли был прав насчет вас обоих, козлы. Валите, я все равно вас найду. Блин. Ааа, до скорого. Не нужно поговорить с Эшли. Поеду, перетру. Пару делов с ними. Да. Разозлился, что мы денег ему не дали. Да блин, опять копы. Задолбали, вот честное слово. Ладно, я помню, куда нам надо ехать. А вообще-то нет, я не помню. Ааа, твой друг Рэй оказался не очень-то дружелюбным. Джонни Кей, ты жив? Прости. Думаю, Рэй за тобой послал ребят. Ну еще бы. Спасибо, что ты сказала мне об этом. Встретимся у клуба. Я приеду, если и буду еще стоять на ногах. Я буду ждать. Да-да-да, сейчас. Тут они точно пригодятся. Терри, разведка донесла, что за своим покорным слугой, возможно, мафиози идет. Ну, значит, бойцам надо подтянуться к своему командиру. Двигай на Кенси-авеню, мы посмотрим, что смогут эти латиносы. Не стреляйте. Ехать вы не можете все равно. Так. Терри Клей устроили засаду где-то здесь. А, надо их всех убить, чтобы завершить это задание. Вы мафиози. Как мне смешно прям с вас, а? Еще одни. Они все здоровье сменились, не мучаются. Рэй Батчино, дырка в жопе, вам ясно? Оружие заканчивается. У меня машина скоро взорвется. Надо быстро двигать в то место и... Там мы их... Там мы бомбанем им. Ну что? Подними глаза, братья навеки Джонни. Сейчас мы бомбанем их с ракетой. Или с бомбами... Фак, 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 фак. Фак, 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 фак. Фак, 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 фак. Давай бомб, взрывайся машиной. как один кажется поднимается забудь поблагодарить нас джонни на следующей сходке где он ой 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 ну все мне надо навестить ашли эти из-за этих тварей взорвалась моя машина блин жалко тачку красивая была тачка ну ладно хотя бы же хотя бы мы остались живо блин какие они все же метки из них можно собирать оружие нет это пушка мне вообще даром не нужно ну что ж будем ездить на этом кабриолете тогда ну и как дела о извини да за что он мне все рассказал рэй мне никакой больше не друг да мне и подавно у нас плохие новости джиму он это нет нет о господи болельщик только не джим блин ангус покалечен били спятил а вот теперь еще и джим мертв да уж это расплата так расплатывали у тебя есть я да нет у меня тебя наркоты да я брошу ну да я поверю в твое вранье как идиот полнишь это не твоя вина да не это моя вина я балван я лягу в клинику начну новую жизнь по крайней мере он сказал мне что ты страдаешь противном случае может я пришить надо зачем париться это так лучше да джонни и рэй это не такая уж сильная проблема а что тогда проблема тот хитрожопый гангстер мне хочет убить это не проблема это били понимаешь били прикинь он пытался натравить его на тебя теперь когда он сел в тюрьму он свалит всю вину на тебя мне очень жаль ну и дальше что ты должен найти кого нибудь кто тебе поможет может быть тот самый конгрессмен может быть посмотрим давай двигай отсюда уже быстро я люблю тебя джонни кей да мы говорим на разных языках леди вали нафиг отсюда уже наконец алло я сегодня не в строении убивать представителей элиты общества придется вам самому замараться стабс только не учи меня жить это очень важно джонатан настолько важно что я спущусь со своей башни слоновой кости потолкаюсь с простыми работягами на вашем берегу вест-ривер приезжай я буду в твоем клубе я пью одно солодовый виски да мне никуда не нужно ехать прямо здесь да отлично последняя встреча оао отличное у тебя тут местечко джонни не уверен что смогу для скот соблюдать но вот разрешение курить мне нравится а какого фига вам надо но разве можно так с друзьями а мы друзья ну думаю по крайней мере голым то ты меня видел ты не желаешь сигареты а ты не желаешь пойти нафиг оооо вообще то нет а послушай твой друг Рэй не беспокойтесь Покойся за него. А че так? В настоящий момент он и его множественного коллег находятся под серьезным наблюдением. Я бы даже сказал, их взяли в оборот. Либо они погибнут, либо окажут за решеткой где-то через месяц. Так что лучше всего тебе держаться от него подальше. А как же Билли Грей? А, да, знаешь, тут у нас возникла одна небольшая проблемка. Он за решеткой разговаривался. Решил, что обвинение в крупной торговле наркотиками можно повесить на тебя и твоего приятеля в кресло-качалке. Он, видно, думает, что пойдет по программе защиты свидетелей. Так что если он на тебя все повесит, ты получишь 15 лет, а он квартирку в Аризоне. Я в этом не сомневаюсь, мистер Стабс, но тем не менее он в тюрьме. Я знаю. И на следующий момент нас разделяют толстые стены и вооруженные охранники. Да, ты ведь умный парень, что-нибудь придумаешь. Если попадешь в переделку, позвони, когда окажешься на месте. Может быть, я тебе смогу помочь. Хорошо, это пригодится. Ах, да, еще одну, Стабс. Почему ты все это делаешь? Ну, говорю же, я в долгу не останусь. Точно, это был Билли Грей. Билли Грей решил дать против нас показания. Ну, все, как я и обещал, мы всадим одну пулю в сердце и еще одну пулю в висок. Наглец. Старый. Козел. Болван. Предатель. Прорваться в тюрьму этот будет очень непросто. Нужен будет весь арсенал оружия. Джим, Джима убили. Ника Белик убил его. По приказу Рэя Бачина. Рэя Бачина тоже козел. Кстати, в той миссии, где Нико Белику нужно было убить Джима, Джим выглядел абсолютно не так. У него борода была здоровенная там. И он вообще не выглядел не так. Там как-то... Не совсем так, как здесь. А, доехали. Ты выходишь отсюда, мужик? Разве тебе не нравилось находиться под бесплатным государством? Редкое удовольствие, не так ли? Терри, нужно нанести нашему другу Билли визит. Что-то он разговорился. Прихвати Клея, прихвати весь долбанный арсенал. Подвалил в государственном исправительном учреждении Олдерни. Я жду. Братва, это в последний раз. Поговорите старе, чтобы получить бесплатное оружие. Смотри сюда. За эти пушки придется списать. Деньги ты за них не получишь. Это благодаря Билли. Как можно больше, как можно больше нам понадобится все. Нам понадобится все. Перегружен, да. Гранаты пригодятся. Ракетница, точнее броня обязательно пригодится. Это. Не думаю, что снайперка нам пригодится, но все равно возьмем. Лишним не будет. Возьмем. Сожжем этого козла еще в огне. Ну и в принципе, что мы еще взять можем. Я думаю, нам больше ничего не надо. Все, хорош. Этого достаточно. Вы готовы? Сейчас я из ракетной установки сжахнуйте ворот. Блин, я забыл один вид оружия взять в фургоне. Терри Клей, держите ворота. Билли Грей, а вот и мы. Вот эта миссия, хоть и перестрелка жесткая очень. Эта миссия далеко не самая сложная из всех. А все, наверное, из-за того, что нам бесплатное оружие дают. Давайте сюда, парни, вперед. Я, кстати, перед предпоследней миссией потратил все деньги, чтобы купить хоть какое-то оружие против мафиози. Лучше не пытайтесь убить нас, а то вы будете покойники. На водонапорной башне снайпер, будьте осторожны. Продвигаемся дальше. Да, многовато их что-то здесь. Братья, давай, двигайтесь. Давайте, давайте, бесстрашные ребята. Не могу сейчас говорить, я перезвоню. Ну, ничего, мы сейчас бронежилет там лежит, но пока нам вряд ли пригодится. Выше голову нам надо живыми отсюда выбраться. Где Билли Грей? А ну, отвечайте. А вот, не зря я снайперскую, кстати, взял, она нам сейчас пригодится. Да, они с первого раза не гасятся. Мы пришли заткнуть тебя, Уильям. Где ты прячешься, вот меня интересует. ГОВОРИТ ПО-ТАЛЬМА 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 ГОВОРИТ ПО-ТАЛМА ГОВОРИТ ПО-ТАЛМА ГОВОРИТ ПО-ТАЛМА ГОВОРИТ ПО-ТАЛМА Я пойду завалю Билли, а вы подгоните байки Ну что, старый козёл, а? Старый козёл Шах и мат, чувак Давай, покончим с этим Сделай это, щас сделаю Ты что, ждёшь, когда кто-то толкнет речь? Давай! Он ещё дышит Дебил, вообще сдурел совсем Где ты? Дебил! Да, долгая серия выдалась, конечно Билли, возможно, и помог выстроить наш клуб, но вот только он его и развалил вообще Могу просить ему наезды всякие, но вот этого ни за что, никогда Сраная крыса Совсем сдурел Терри, Клей, спасибо, что прошвырнулись со мной От банды одни ошмётки остались, но вас, ребята, я буду любить до гроба и никогда вас не забуду Как нам не хватает Джима? Он был благородный парень, он был лучшим из нас Эх, всё уже тут и так развалено Джонни, привет Мы здорово тут проводили время Да, было дело когда-то, но теперь всё кончено Да, как же это, блин, произошло Ты знаешь, как это происходит Это вся та часть людишек, у которых всегда всего мало, да? Хочу сказать, что нам было мало толкать наркоту Стоило ещё за дело с ограбителями, маньяками, психами Скинхедами и так далее Если ты алочная тварь и притом долбанутая тупица С тебя выйдет хороший политик Не машинник Разве не так? За дело избавим это место от страданий Да, сделаем то, что должны Давай, мужик, погнали отсюда Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому И Баллада Гейтони Всё понравилось Сюжет интересный Во всех трёх этих частях Здесь тоже интересный перестрелок Много такой воинский, я бы так сказал, сюжет Реально интересный Графика немного в этом дополнении мрачноватая Какая-то жёлтая немного В отличие от той же В отличие от GTA 4 оригинальной Баллада Гейтони В Балладе Гейтони И реально там уже Так сказать, гламурность ощущается Там более всё ярко выглядит А здесь как-то не очень Ну, что ж Ладно, друзья Прохождение GTA 4 Все сезоны На этом завершается Мы с вами всё Закончили всё С вас лайкос Подписывайся с меня И пичные видосы Подписывайтесь на мой второй канал На группу ВКонтакте Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok